Сегодня у нас 20 октября, октябрьская встреча. Мы ее решили посвятить вопросам авторства и искусственного интеллекта. Такая тема уже давно назревала. Периодически у нас появлялись какие-то запросы на эту тему. Вот, конечно, мы ее сделали. И на эту тему у нас пришли поговорить, скажем так, два лагеря. Такие юридическо-технические и творческие. Сейчас я представлю наших замечательных гостей. Мария Ольховская, кандидат экономических наук, руководитель отдела патентно-изобретательской работы SPLAT Global. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Анна Монахова, IP-менеджер и член Молодежного совета кондиционного центра доменов.ру.рф. Приветствую. Вечер. И арт-дуэт Grey Cake, который представлен Александром Сериченко и Екатериной Пряничниковой. Это мы, здравствуйте. Здравствуйте. Да, всем привет. Кураторы магистерской программы технологическое искусство университета МИСИС. Вот такой у нас будет сегодня сетап экспертов. Дискуссия очень разносторонней. И дискуссию мы поведем как бы с точки зрения двух векторов. Мы будем говорить немножко про авторство в создании, изобретении новых технологий, да, именно вот такого прикладного аспекта. И немножко поговорим про юридическую сторону этого вопроса. И в то же время коснемся такой искусства, да, креативных каких-то индустрий. И как там не искусственный интеллект, а скорее алгоритмы, да, какие-то технологии тоже применяются. И каково отношение самих творцов, креаторов, художников к этому вопросу. Вот, и, собственно, вот с этого я хочу начать, да, вот сегодня никого не удивишь, да, там, искусственно с генерированными какими-то картинками, музыкой синтетической, да, не удивишь никого тем, что большая часть какой-то работы по там созданию, проектированию каких-то химических формул тоже происходит с использованием каких-то программ, алгоритмов, которые упрощают жизнь тем, кто разрабатывает те или иные формулы. Но вот вообще насколько это благо или вред сегодня, да, для тех, кто создает, что-то придумывает новое. Я, наверное, здесь начну с части искусства, да, и задам вопрос как раз Екатерине и Саше. Глазами художников, да, креаторов, насколько алгоритмы помогают или, наоборот, мешают или там как-то еще воздействуют на это? Да, спасибо большое, всех рады видеть. Такая актуальная тема, которая, на самом деле, давно уже, как вы сказали, сквозит во многих областях. Мы приготовили несколько слайдов и сейчас с вами поделимся. Попытки ответить на заданный вопрос про привлечение алгоритмов для помощи художнику или вообще человеку, благо это или вред. И здесь мы хотим сказать в первую очередь, что алгоритмы помогают принимать решения намного быстрее, чем человек даже может осмыслить это действие. И эту картинку мы сюда не случайно вставили. Да, потому что аналогия с библиотекой, которую иногда хочется расставить по цвету, а иногда по алфавиту, иногда по году издания, это как раз аналогия такого рутинного, казалось бы, действия, которое у человека можно занять целый день. А то и месяцы. А у машины, которая это хранит, это занимает считанные секунды, и мы можем таким образом подходить к большим данным с инструментарием, который мы так шутя называем ментальный экзоскелет, то есть какая-то такая сильная роборука, только не рука, а мозг, который может такие действия делать. И здесь также это относится и к задачам прикладного характера, типа сортировки объектов по их группам. Ну, а у художников, у современных сейчас появились такие интересные алгоритмы, построенные на нейросетях. И вот такой очень иллюстративный пример, который буквально недавно попался нам в соцсетях, когда человек в блокноте нарисовал очень такой броский скетч, набросок, вот, и потом при помощи правильно подобранных слов и нейросети он этот скетч превратил в рисунок сверху. И это тоже также занимает очень небольшое количество времени, нежели... Буквально пару минут. Да, нежели если бы художник это все в 3D, в программе отрисовывал. И также мы хотим сказать, что привлечение алгоритмов к работе, как к созданию художественных произведений, так и вообще в других сферах, это междисциплинарный подход, потому что работа с алгоритмами подразумевает инженерный все-таки ум и навыки программирования, также это научная среда, и тем самым сфера, в которой алгоритмы применяются... То есть в данном случае искусство. Да, она разрастается, становится интереснее, концептуальнее, глубже. Насыщеннее, да. И вот эти связи между дисциплиной художественной, технической, научной и какой-нибудь еще, может быть, это то, что позволяет развивать область искусства в очень неожиданных направлениях, в чем мы видим, несомненно, конечно же, пользу, а не вред. Да, но здесь мы также хотим коротко сказать о том, что привлечение алгоритмов также имеет негативную окраску и поднимает ряд таких этических, на самом деле, вопросов. Здесь будет текст, но мы коротко расскажем. Например, ученые из Пенсильвании создали систему распознавания лиц, с помощью которой алгоритм мог сказать, преступник этот человек или нет. И в этом исследовании говорилось о том, что поднялись такие вопросы дискриминации, потому что больше преступников было, допустим, афроамериканцев или каких-то восточных... Или просто по классу, по тому, какая одежда была около лица, если это была более дешевая одежда, то алгоритм считал, что этот человек более вероятно преступник и мог таким образом ошибиться. Вот эти склонности, предвзятости, наверное, даже правильнее сказать, проявленные в этой статье Nature, они показывают, что алгоритмы со своим упрощением, казалось бы, наших действий могут привести к очень неожиданным и неприятным последствиям, если мы их будем имплементировать и применять в каких-то вещах, от которых зависит человеческая жизнь. Да, здесь такое... Нас просто как художников подобные вопросы заботят, потому что это важный момент отразить, показать или как-то обратиться, отрефлексировать эмоционально хотя бы. Да, также в Шотландии был разработан алгоритм, который монтировал и вел прямой эфир футбольного матча и в процессе делал внутренний монтаж самостоятельно и часто путал лысую голову судьи с мячом, поэтому картинка, соответственно, была совершенно никакой и вот такого рода алгоритмы тоже не сработали, и их как бы перестали использовать. И самый, наверное, броский пример, когда медикам в помощь сделали чат бота, к которому могли обратиться пациенты, и один из пациентов спросил у бота, мне очень плохо, мне убить себя, на что бот ответил, я думаю, стоит. И это подняло, конечно, шквал негативных эмоций по поводу того, что этические вопросы касаются реальной жизни человека. Ну или даже хотя бы психики в данном случае, потому что очень тяжело пережить такой ответ от доктора было бы. Я надеюсь, что этот пациент знал, что с той стороны робот и воспринял его критически, а не был, например, как в банковских системах, там часто чат-боты говорят «Привет, меня зовут Такта» и пытаются выдать себя за человека. Вот. И это мы взяли очень три таких поверхностных, очень популярных примера, когда алгоритм их применения накладывают некий отпечаток и поднимают некоторые вопросы о том, насколько действительно это польза. Спасибо. Спасибо. Благодарю за такой экскурс с точки зрения искусства. Что скажут с точки зрения технологий производства? Тут, наверное, слово Анне передам. У вас тоже будет презентация. Сейчас мы ее откроем. Так. Что ж. Мы по ходу движения будем немножко менять порядок слайдов. И в дополнение к коллегам, которые говорили, мы хотели бы сказать, что как юристы и со стороны регуляторов различных нормативных систем тоже есть поддержка, она создается. Например, есть опубликованный проект Билля о правах искусственного интеллекта в США, и как раз таки в первую очередь этот Билль носит характер защиты не прав самого искусственного интеллекта, а пользователей в первую очередь. И в целом различные публикации Европейской комиссии говорят о том, что для начала нужно узаконить и как-то установить защиту прав потребителей и тех людей, кого это может коснуться, например, когда собираются их данные. Мария? Да. Мы хотели подчеркнуть в первую очередь, что развитие искусственного интеллекта уже не остановить. Он есть, он с нами, он проник фактически в каждую отрасль. Коллеги говорили здесь о креативных индустриях, и здесь искусственный интеллект присутствует достаточно широко. Он проник и в фармацевтическую отрасль. Когда мы готовились к данной встрече, посмотрели, что уже есть ряд препаратов, которые в том числе были заявлены как препараты, прошедшие первую фазу исследований. Правда, дальше потом почему-то путь теряется. Я думаю, что это естественным образом следует из того количества успешных проектов фармацевтической отрасли, которые статистически есть, один из десяти. И, соответственно, здесь вопрос уже не столько к искусственному интеллекту, сколько к успешным проектам фармацевтической отрасли. И здесь мы как раз таки хотели сказать о том, что развитие искусственного интеллекта настолько всеобъемлюще и широко, что в Соединенных Штатах Америки как раз в 2022 году был анонсирован Билли о правах искусственного интеллекта. И главные принципы, которые Белый дом анонсировал в своем релизе, это как раз таки защита от дискриминационного использования алгоритмов и других инструментов искусственного интеллекта. Компании должны встроить средства защиты консуциальности в продукты, чтобы предотвратить злоупотребление данными. системы должны быть прозрачными, чтобы пользователи знали, что использует автоматизированная система и так далее, и тому подобное. И в том числе мы говорим о том, что искусственный интеллект, он все-таки возникает не сразу как некая умная платформа, некая умная ПО, которая нас начинает чему-то учить. Напротив, сначала мы наполняем эту систему данными в таком объеме, чтобы она могла что-то рекомендовать или выдавать ответы, то есть даже несуразные, как мы сейчас рассказывали, да, коллеги. Я перебью к несуразному ответу. Сразу покажу. Так, следующий слайд. Несуразная на этом слайде есть, и это я. Вот в таком виде. Она, картинка маленькая, не просто так, потому что на большую аудиторию показывать себя сгенерированную искусственным интеллектом, это непросто. Я забила параметры на сайте. Был у меня и параметры, что кит плывет в закат. Это были более красивые картинки. Но и также я просто загрузила свою фотографию и захотела посмотреть, как искусственный интеллект сможет меня бесплатно и за две минуты видоизменить. И это получилось. Поэтому действительно, это так работает. Да, но здесь мы приятно были удивлены, потому что не ожидали какого-то большого шедевра. восприняли это с юмором, а тем не менее проблема обработки персональных данных и, соответственно, использование их в искусственном интеллекте, она достаточно острая. И вот вы видите шедевры Анны справа. Вот мне кажется, что претендует на то, что подлежит коммерческому обороту. Можно купить на этой встрече, но я шучу, да, чтобы через год посмотреть, сколько это будет стоить. Мы, кстати, покажем такие примеры. На самом деле интересно, потому что платформы, которые предоставляют как будто платформы с использованием искусственного интеллекта, есть возможность в дальнейшем использовать эти картинки, изображения, эти результаты интеллектуальной деятельности на условиях creative commons, то есть открытых лицензий. Мы в дальнейшем можем их перерабатывать или же, если предусмотрены лицензии, даже наносить на какой-то коммерческий продукт. И мы здесь не были художниками, которые получают какой-то результат интеллектуальной деятельности. И простой пользователь, загружая в систему, получил такие интересные решения, причем эти решения в данном случае не нарушают права третьих лиц и в дальнейшем доступны даже для переработки. Да, и мы хотели еще показать как пример делегирования и передачи каких-то рутинных задач, но в том числе и в творческих начинаниях, так еще в 80-х годах композитор и профессор музыки из Калифорнии Дэвид Кобб столкнулся с творческим кризисом, когда ему нужно было написать оперу по заказу. И тогда он создал и настроил программу. Позже эта программа стала носить имя Эмили Хейл. Суть этой программы была в том, что в нее была загружена вся музыка, которую он раньше написал, и эта программа перерабатывала ее. И за счет этого у него создавалась новая опера. Ну и, соответственно, он дальше развивал и развивал этот алгоритм и наполнял ее все большим количеством музыки. Там достаточно большая база внутри классической музыки. И сейчас эту музыку можно послушать на Яндекс-музыке, на Apple-музыке, прикоснуться к творчеству человека совместно с искусственным интеллектом. И, казалось бы, даже такая творческая задача, как написание новой музыки, и то подлежит релегированию, когда человеку не приходит долгое время какое-то вдохновение. Ну и, как мы говорили раньше, есть более рутинные на взгляд человека, творца, задачи. И, например, есть проект, который называется «Алчимми». Это алгоритм, который анализирует химические связи, и его задача, конечно, найти такую форму производства, когда большинство химических отходов, которые сейчас есть, будут повторно использоваться. Потому что правильная утилизация этих отходов – это очень сложный вопрос, дорогостоящий, и плюс не всегда правильно это происходит. Поэтому этот алгоритм решает достаточно важную задачу, в том числе и для всего мира. Поэтому абсолютно разные задачи могут передаваться, на наш взгляд. Если мы по поводу делегирования установили какую-то платформу, мы можем пойти дальше, если никто не возражает. Наверное, будет какой-то дополнительный вопрос как раз к Екатерине и Саше по поводу делегирования. Вот вы говорили про ментальный экзоскелет, что это некое усиление. А вот есть какие-то примеры, может быть, практики известных художников или музыкантов или кого-то еще, кто этим прям злоупотребляет или прям активно использует, и на этом строится все его творчество? На самом деле сейчас пример как раз Image Generation из текстовых описаний и обработки изображений при помощи текстовых описаний. Этим сейчас пользуются неожиданно сотни тысяч человек. То есть так как технология стала очень доступной, то вот действительно красивые с точки зрения, скажем так, устоявшейся эстетики, очень красивые изображения генерируются практически за несколько минут. И этим пользуются многие, в том числе для иллюстрации, в том числе для иллюстрации к статьям. То есть на самом деле рынок иллюстраторов сейчас находится под маленьким вопросом. Пока что маленьким, потому что все еще мы доверяем человеку больше, чем машине. Но уже появляются профессии под названием Text Prompt Designer. То есть это человек, который дизайнит текстовый импут в эти нейросети, а не саму картинку. И продает он не сам текст импут, а само изображение, как делает иллюстратор. То есть… Нужно обучаться навыку хорошего поведения нейросети. Да, и хорошо свои мысли структурировать для того, чтобы получить на свой запрос качественную картинку. И тут надо быть, конечно, с фантазией. Действительно, да, с фантазией. Иудиванным человеком, который понимает, чем отличается 3D-рендер от Pencil Sketch, а это все слова, которые влияют на то, как выглядит результат. То есть этим пользуется очень большое количество людей. Мы, как художники, мы использовали подобную технологию, как только она появилась. У нас будет в презентации подробный рассказ о том, как мы это делали. Мы можем показать. Вот давайте, кстати, как раз. Да, давайте. Самое время. Хорошо. У нас есть два примера такого использования. Первый из них – это наш перформанс, который мы делаем живую с использованием нейросетей. Называется «Другое состояние живого». И не вдаваясь в эстетические детали, вот здесь видно на примере, как Катина руки трансформируются в какие-то растения и куски биологических таких форм. Там не только они используются, там есть… Вот да, это выглядит так. Катя под лампой держит предметы, руки и так далее. Как правило, я использую какие-то бытовые предметы, это может быть мусор, провода, какие-то куски ткани. Рисунки тоже, скетчи. Совершенно примитивные рисунки. А Саша в это время играет на музыкальном инструменте импровизацию. Это, собственно, такое импровизационное аудиовизуальное шоу, для которого мы создали авторские наборы для обучения нейросети. Да, и как инструмент, да, у нас используется такой алгоритм PIX-to-PIX, основанный на DC-gun, вот, и мы обучили эти DC-gun на этих наборах, когда один скетч переводится в другой, вот здесь вы можете видеть примеры, и это вот получается космос, там волны есть, дома, и на этом строится нарратив, и здесь кроме визуальных составляющих просто своих, как бы, не знаю, привлекательностей о чудо-технологии, да, есть еще и философская подоклека, размышления о том, что как мы учимся видеть вообще как люди. Да, как мы вообще видим, в принципе. Да, потому что мы можем вспомнить себя в детстве, мы брали какую-то палку, корягу, представляли себе дракона и практически его видели. Да, играли с ним, нам не нужно было никаких там шоу дополнительных. Да, это примерно работа об этом, она примерно о том, что можно при помощи нейросетевых технологий, которых как раз мы учим видеть на основе наборов данных, предоставляемых во время обучения, как нейросеть видит то, что ей предоставляют, как она это интерпретирует в рамках своего знания о какой-либо визуальности домов или чего-то еще. Это первый пример, а вот как раз связанный пример с тем, когда используются алгоритмы text to image, перевода текста в изображение. Здесь будет рассказ чуть подольше. Мы работали с университетом Женевы, будучи резиденцией EOF, это конкретно лаборатория сна и сознания, и они нам предоставили там большой архив, 35 тысяч текстов после фильтрации, примерно 20 тысяч. Мы обучили, это тексты, в которых люди рассказывают свои сны. То есть это реальные записанные сны в текстах, которые хранились у лаборатории сна и сознания? Они занимаются как бы вопросами сна и исследований сна. С памятью совсем, не будем давать детали. Для нас это просто классный архив, что рассказывали люди. Мы обучили сеть GPT-2 на том, чтобы эта сеть генерировала новые сюжеты снов. И когда она начала выдавать нам эти результаты, мы, честно сказать, были в шоке, потому что, читая это, мы представляли себе сон и представляем себе, что можно это отдать какому-нибудь психотерапевту и спросить, а что у этого человека так или не так. Более того, у меня магистрская диссертация на эти темы, и, в принципе, я применяла психоаналитические методы интерпретации человеческие к результатам работы нейросетей. Алгоритмов. И как бы интересные результаты в этом исследовании получила. Вот. И это первая часть того, когда нейросеть, когда алгоритм становится инструментом для выработки новой. И мы это назвали «Сновами машины», потому что это сюжеты снов с теми же перверсиями, страхами, сублимациями, родителями и влечениями. А почему мы, собственно, об этом подумали? Потому что искусственный интеллект создан по образу и подобию человеческого. И у человеческого интеллекта есть сознание, а есть бессознательное. И мы решили задать вопрос, а может ли существовать алгоритмическое бессознательное и решили… Как оно бы выражалось в художественной форме. Да, и решили поработать с нами. Вот. Да, и имея такие сюжеты, мы, конечно же, подумали, а как бы выглядел такой сон. И тут нам на удачу в публичном доступе появился алгоритм, ну, не алгоритм, нейросеть Clip. И ее энтузиасты тогда соединили с другой нейросетью VQGAN. И вот тексту имидж, еще выполненная на коленке, без существования в виде джорни и других продуктовых решений, выдавала вот такие результаты на запросы, которые вы видите снизу. Вот. Нам это показалось безумно похожим на сон, когда мы не можем смотреть лица человека, оно меняется, и какая-то вот эта неопределенность сна, и мы думаем, вау, это похоже на… И мы использовали это для создания как книги, так и вот таких видео генераций этих изображений, как понимаете. Вот. Здесь есть текст описания, это голосом, нарративом одного из ученых. Одно из ученых как раз рассказывается сюжет такого вымышленного машинного сна. Вот. Ну и, конечно же, мы это потом еще выплеснули в физический мир, катинами руками, издали такую книгу. Да, это книга художника. Мы решили напечатать изображение и сделать такой дневник сна, как делают это пациенты в лаборатории сна и сознания. Они записывают, зарисовывают свои сны, и это печать авторское маслом. И когда ты берешь эту книгу, смотришь, трогаешь, чувствуешь запах, питаешь и представляешь, тебе кажется, что за этим стоит человек, автор, но это полностью синтетическая книжка, как изображение, так и тексты. Сюжеты, так и сюжеты, да, так и те эмоции, которые там вложены. И здесь как раз нам понравилось это заигрывание с тем, что, а кто же автор этих снов. Но к этому мы подойдем чуть позже, когда перейдем к следующим вопросам. Вот. Спасибо. Слушайте, это прям вообще впечатляет очень, когда вот такая синергия получается. Мы сейчас вот как раз переходим потихонечку к авторству, но я хочу все-таки задать вопрос, видимо, такой очень техничный. Вот вы говорили, что появляются там новые профессии вот этих вот генераторов, да, запросов, и связать это с принципами, да, вот этого bio of AI, что алгоритм должен быть прозрачный. Я же правильно понимаю, что вот этих всяких нейросеток достаточно много. То есть, и как бы надо знать принципы, по которым она работает, чтобы вот уметь создавать какие-то вещи через нее, да, или вот как все это вообще работает на практике. Ну, на практике, разумеется, чем лучше мы знаем инструмент, тем лучше мы его используем. Ну да, ну просто Саша программист гениальный, поэтому он читает код и может исправить эту нейросеть, доработать ее и сделать своим инструментом. А для людей, которые код не умеют читать и не умеют его писать, существуют такие сервисы, как RuDali, например, которым ничего не нужно делать. Но здесь включается в ход человеческой любознательности и интерес. То есть, мы часто видели музыкантов-самоучек или каких-то других людей, кто просто тыкаясь, посмотрел, Джимми Хенрикс – это музыкант-самоучка. Он даже гитару держал вверх тормашками, если вы знаете. Он, потому что, когда я ему впервые взял, он не так взял. Но ему так понравилось играть, что он научился в другую сторону играть. Он не был левшой при этом, по-моему. Но я не помню. Но это классический пример того, что доступность инструмента. Человек тыкается и перебирает слова, читает форумы. И не будучи программистом, он становится очень классным пользователем. Он даже может переплюнуть очень легко программиста, который, зная устройство, не догадается о том, что в художественных целях это можно так использовать. На самом деле наш дуэт с Катей построен как раз на вот этом языке. На этой синергии. Да. На непосредственный взгляд и умение программиста. Здорово. Ну вот тогда здесь я предлагаю как раз потихонечку переходить к теме авторства. Вот как бы все это здорово. И вот про книгу вы говорили, что это вот сны машины. И визуальное воплощение – это тоже машинная работа. Вот как такие случаи вообще регулируются или защищаются законом или авторским правом? Тут я, наверное, сначала дам слово нашим юристам, а потом вернемся к художникам. Да, спасибо. Мы тогда перехватим дискуссию. И коллеги действительно очень интересно рассказывают о том, как искусственный интеллект помогает нам или вообще с нуля какой-то продукт создает в данном случае произведение. Но не всегда человек, который стоит за созданием этой системы, он может сказать этот результат. Он создан искусственным интеллектом. Я ни на что не претендую. Все-таки в нашем мире, где большинство результатов предполагается для большого использования, в том числе для коммерческого, для автора, для создателя, для других заинтересованных лиц, очень важно получать от этого результата какой-то источник дохода в том числе или получать еще что-то, чтобы продолжать свой творческий путь. Однако здесь мы сталкиваемся с рядом ограничений. Например, ряд платформ, в том числе фотобанки, они иногда не принимают картины или какие-то карточки, которые получены с использованием искусственного интеллекта. Потому что никто не может гарантировать этому фотобанку, фотоагентству, соответственно, чистоту авторскую и отсутствие нарушений прав третьих лиц, что в данном случае использовал искусственный интеллект и в каком объеме, здесь нужно оценивать отдельно. Кроме того, мы можем с уверенностью сказать, что до еще дискуссии о том, является ли искусственный интеллект автором произведения или нет, в системе права уже произошли первые прецеденты, и мы хотели бы об этом рассказать. Санна, можно когда нам передать права? У нас есть несколько слайдов. Я их транслирую активно. Так что... А, все, 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 да, спасибо. И мы говорим, что в некоторых случаях искусственный интеллект берет достаточно большой объем с одного изображения, и поэтому здесь можно выделить автора на основании экспертизы. А что касается вот случая про авторство, то, Аня, давай перейдем к случаю с Дэвидом Слэйтером, британским фотографом. Случай был следующим. Британский фотограф Дэвид Слэйтер поехал в Индонезию, у него была командировка, кажется. Он встретил какую-то стаю диких макак, и на какой-то... Ну, он их фотографировал. Все было замечательно, но в какой-то момент он вынужден был покинуть поляну, где у него была локация небольшая, и оставил при этом свой фотоаппарат, какое-то свое снаряжение, отошел, и когда он пришел, он увидел, что макаки играют с его фотоаппаратом, и получилось у них даже несколько селфи. И вот часть селфи вы видите на слайде. Вот эту обезьянку потом общественность решила поименовать, у нее теперь есть такое имя Наруто. Наруто сделал селфи прекрасное, и не всегда у меня получается в таком качестве и с нужного ракурса. Ну, дальше как обстояли дела. Соответственно, Дэвид Слэйтер, понимая, что здесь такая находка, очень классное изображение, он обратился в какой-то журнал, один из журналов купил изображение за 2000 фунтов, и в дальнейшем Дэвид предполагал, что он будет получать определенное вознаграждение за тиражирование этого снимка. Но Википедия эту фотографию скопировала, разместила и описала этот случай. Дэвид начал подавать иски соответствующие, но в результате чем закончилось дело. Суд сказал, что автором произведения может быть только человек. В данном случае фотоснимок сделала обезьянка. Обезьянка человеком не является, обезьянка не является автором. Тогда Дэвид сказал, окей, я принимаю вашу позицию, но фотоаппарат мой, соответственно, я автор. Суд сказал, нет, Дэвид, но вы же не сделали эту фотографию. Ваша собственность, фотоаппарат не указывает на то, что являясь собственником некого инструментария, с помощью которого был получен фотоснимок, при этом является автором. В дело еще включилось общество по правам животных, если не ошибаюсь, ПЕТА. Они сказали, вы знаете, мы представители обезьянки, и мы тогда будем представлять ее права и, соответственно, коммерческую составляющую. вот, пожалуйста, нам. Но суд отклонил и их риск, в том числе к Дэвиду Слейдеру, о непуманном обращении с животными. Там была череда перекрестных рисков. Очень интересно это дело почитать. В итоге Дэвид потратил несколько тысяч фунтов на судебное премие, будучи уверенным в своей правоте и что он, в конце концов, будет признан в качестве автора, но суд установил, что это не так. Он в каких-то сообщениях писал о том, что он фактически разорен к настоящему времени, потому что он очень много средств вложил в эти судебные иски и живет он на зарплату своей жены. Единственная, наверное, счастливая полоса наступила, кажется, в 2017 или 2018 году, когда один из представителей киноиндустрии, Контенаст выкупил права пожизненные на экранизацию фильма об этой истории. Она действительно очень красочная и, возможно, тем самым поправили его материальное положение. Но к чему мы это? К тому, что были случаи и до широкой генерации искусственного интеллекта каких-то результатов, когда некое лицо, назовем это так, когда сделавшее снимок не могло признаваться автором, потому что законодательство предусматривает, что автором является только человек. Не во всех законодательствах так, но преимущественно во многих законодательствах указано, что автором может выступать гражданин или человек. В частности, в Гражданском кодексе Российской Федерации речь идет о гражданине. Следующий случай, он касается уже непосредственно авторства искусственного интеллекта. По-моему, один из представителей американской общественности решил сломить вот сюда как-то эту ситуацию и доказать, что искусственный интеллект может претендовать на то, чтобы быть обозначенным автором. И вот как раз об этом все еще расскажет Анна Марахова. Да, и мы видим в первом случае, в котором мы рассказывали про обезьянку Наруто, что многие регуляторы, а мы как юристы хотим что-то, чтобы это было написано черным по белому, придерживаются тому, что действительно во многих законодательных различных актов указано конкретно. Гражданин, физическое лицо может стать автором. Но у нас есть и другой опыт, где пытаются как-то разобраться, может ли быть что-то еще дополнительно указано. И перед тем, как я расскажу про этот кейс, я хочу обратить внимание, что в Европейском Союзе они с 2020 года публикуют различные резолюции по этому вопросу и они стараются разъединить две сущности. Первое, когда новый объект создан с использованием искусственного интеллекта вместе с человеком. Например, как раз таки человек сидит за программой, программа задает вопрос, нравится тебе или нет, он говорит нет, они работают дальше. Но вопрос, нравится тебе, он говорит нет, они идут дальше, и в какой-то момент они вместе приходят к тому, что нравится человеку, и этот объект вот создан ими будто вместе. И это же резолюция Европейского Союза пытается ограничить это от другой сущности, когда произведение создано просто технологией, мы эту базу наполнили, мы задали инструменты, которые нам необходимы, и получили какой-то результат, не участвовали непосредственно. Но при этом, естественно, мы не говорим здесь об авторстве, мы просто дополнительно хотим увидеть какие-то указания, звездочку под автором, что вот это изобретение сделано совместно с искусственным интелектом, какой-то нейросетью, программой и так далее. И мы переходим к кейсу. Была статья, которая так называлась, ДАБУС, это автор, так сказал Федеральный суд, Австралии, это было достаточно громко и резонансно. Все началось с того, что в 2019 году была подана заявка сначала в Европейский Союз, а затем в ряд других стран достаточно крупных, в том числе в Австралию, и также в ЮАР, который сыграет здесь немаловажную роль. Заявка была подана изобретателем, которого зовут Стивен Тайлен, который указал, что автором здесь является его программа, его искусственный интеллект, который называют ДАБУС, и это изобретение, это новый тип контейнеров, который был разработан. Однако же во многих странах, в том числе сначала в Европейском Союзе, заявка была отозвана по формальным причинам, в качестве автора должен указан быть физическое какое-то лицо. Но на этом Стивен не остановился. Он обратился в федеральный суд в Австралии, и мы предполагаем, что это сделано было не просто так. В Австралии нет, и об этом как раз-таки написал, было написано в первом решении суда, что нет четкого ограничения, что изобретателем может быть только физическое лицо, то есть формулировка недостаточно четкая. И судья первой инстанции, будем называть это так, сказал, что да, пусть он будет указан в качестве автора, и заявку необходимо восстановить в Австралии и продолжить дело производства. Но все не так просто, и уже в 2022 году представитель от патентного ведомства Австралии обратился в суд полного состава феверальный, еще высшую инстанцию, и это решение историческое было отменено, потому что все-таки суд пришел к тому, что несмотря на неточные фразы, именно физическое лицо имеет право быть указанным в качестве автора. Ну и затем многие патентные ведомства отозвали эту заявку. Помимо того, что были публикации в интернете, в различных интернет-смель, у нас есть также публикации международной патентной заявки, где указана автор, и здесь до сих пор мы можем увидеть в строке 72 указан запуск. но нужно учитывать, что Всемирная организация по интеллектуальной собственности, которая публикует эти заявки, не проверяет точность формулировки, это уже занимаются патентные ведомства, которые ведут экспертизу. Поэтому эта публикация не говорит о том, что ВИПО, как международная организация, признала права спустого интеллекта. Однако была и удача, и она есть до сих пор. В ЮАР была подана заявка, как и в остальных странах, и формальная экспертиза прошла успешно, затем также успешно прошла экспертиза и по существу был выдан патент, который есть в настоящий момент, где в качестве автора все так же остается указание на этот алгоритм ДАПУС. Все-таки больше когда я готовилась, читала какие-то статьи, было негативной реакцией от экспертов по этому поводу, потому что это создает такой прецедент, который ничем не может быть подкреплен. Но есть мнение, что это скорее всего техническая ошибка, это не влечет за собой признание авторских прав и всех сопутствующих авторам права для искусственного интеллекта. Патентное ведомство считало, что пусть будет указано, но однако каких-то громких заявлений делать патентное ведомство не стало. Поэтому такой пример есть, и он действительно существует, когда у нас указан на алгоритм в качестве автора, однако это не несет резкого скачка и изменений. Во-первых, потому что это все-таки не патентное ведомство Европы, которое достаточно сильный вес имеет, и достаточно много было отказов из-за этого. Ну и в целом у нас не сложилась пока практика для того, чтобы признать искусственный интеллект, алгоритмы, нейронную сеть в качестве автора. Но у нас есть и другой пример, когда авторы повели себя немножко по-другому. И если в первом случае мы видим, как автор Дабуса пытается возможно увеличить свой капитал даже за счет таких прорывных и необычных решений, которые он может где-то получить, в аукционном доме, достаточно крупном и многим известном, была продана картина под названием «Портрет Эдмолда Дебилами» с 2018 года. И она была в первую очередь это интересно тем, что она была продана в 43 раза дороже, чем изначально выставлялась. Это уже немаловажно. Но эта программа, была написана программой под предводительством Парижского объединения художников. Как же она там оказалась? Не потому, что они изначально говорили, что он нарисовал ее человек, а сам акционный дом прислал им приглашение продемонстрировать свою работу, и они это сделали и воспользовались этой возможностью. В своих интервью, причем один из участников этого парижского коллектива приезжал в Россию, насколько я помню, в 2015 году, участвовал в конференции «Проте инновации», которая проходит на базе скопа, насколько я знаю, то есть использовал популярность этого случая даже в России. И в своих интервью участники коллектива не говорят о том, что этот искусственный интеллект, этот алгоритм, который создал картину, он является автором. Они говорят о том, что они наполнили для начала базу больше, чем 15 тысячами картинами и портретами, написанными с 14 по 20 декабрь, и затем обучали этот алгоритм, и как выпускной экзамен некий, была написана эта картина, и даже там есть подпись, которую алгоритм сам себе писал в виде формы. У нас есть разные кейсы, они появляются, они все достаточно громкие на данный момент, потому что их не так много, наверное, но сами авторы алгоритмов ведут себя по-разному и в своих интервью по-разному говорят. Это что касается кейсов. Да, это мы хотели как раз подчеркнуть этот случай, что на законодательном уровне искусственный интеллект не признается автором, но тем не менее пользователи активно идентифицируют искусственный интеллект как автор и указывают это всячески, в том числе общественность это делает при продаже каких-то активов, в том числе и воплощенных в материальном виде, и здесь как раз таки скажем так авторство искусственного интеллекта, по крайней мере, как оно заявлено, не является препятствием для сделок купли-продажи. Здесь все достаточно активно проходит, и здесь, наверное, эта практика общественного признания, она так или иначе перейдет в правовое поле, в каком ракурсе мы еще не знаем, часть случаев мы вам рассказали, скорее всего будут определенные послабления, да, и в законодательстве Великобритании, если не ошибаюсь, уже есть определенные подвижки, потому что среди авторов такого решения признавать программистам. Да, как одна из точки зрения, что мы не говорим о правах алгоритма или искусственного интеллекта, но мы можем говорить и признавать права за автором самого этого алгоритма, и он уже будет наделяться этими правами, и эти два кейса как раз-таки, наверное, и подчеркивают две точки зрения от полного непринятия, скажем так, да, в указании в качестве автора, как это было в Давосе, патентные ведомства четко указывали на правовые нормы, так и до этого более неформального такого кейса, когда общественность так или иначе готова это услышать, и даже так или иначе поддерживают этих художников, у них есть уже и новая работа, ранее этот слайд показывался, как раз-таки здесь работа, созданная этим алгоритмом на перекрестке между вещественным искусством, граффити, вот у нас появляется новое произведение искусства, и, конечно же, мои произведения искусства, потому что я максимально не художник, но для подготовки к сегодняшнему мероприятию я позволила себе быть художником, и настроить свой запрос в качестве лошадки и свинюшки, которые идут в лес, и мне кажется, прекрасно получилось, и я в восторге от своих трудов, авторство за искусственным интеллектом пока не готова рассматривать, но вот совместно нашу работу считаю, что можно признать как возможную к существованию. Я вижу, что уже в комментариях завязалась дискуссия по поводу ответственности, это как раз такой следующий шаг нашей дискуссии, вот как раз есть вопрос по поводу создания, когда вот алгоритм перерабатывает чьи-то работы, и автор может быть не в курсе на ком тогда ответственности, кто будет отвечать за нарушение авторских прав. И то же самое, точнее, не то же самое, немножко другой угол, когда вот речь идет о каких-то технологиях, если мы говорим про патенты, вот что-то пошло не так, что-то случилось нехорошее, и вот типа кому судебные иски предъявлять, кто, значит, автор той или иной технологии, которая была сделана с помощью искусственного интеллекта, вот что юридическая практика на это говорит, или вот ребята подняли руку, давайте, наверное, с них начнем. Спасибо, да, здесь я бы просто даже не стал бы отвечать на этот вопрос, а я бы его дополнил, но придется, но придется, но я бы дополнил этот вопрос таким взглядом, что если мы рассматриваем алгоритмы как некие инструменты, которые помогают нам в каких-то практических задачах, то сам вопрос авторства инструмента звучит немножко абсурдно, и чтобы добавить эту абсурдность, я приведу такой пример, вот есть фортепиано, есть равномерно темперированный строй для фортепиано, есть настройщик, который настраивает фортепиано, есть автор, который придумал такую форму фортепиано, такое устройство, клавиши и так далее, есть композитор, который придумал произведение, которое на нем играется, если фортепиано плохое, если оно не настроено, то звучит совсем другое произведение, и хоть композитор один, ноты одни, но от того, как настроена фортепиано, и от того, кто его придумал, зависит, получим мы эстетическое удовольствие, то есть продукт этого произведения, или нет. И мне кажется, что данный вопрос, я, честно, не в курсе относительно юридических особенностей, но я никогда не слышал, чтобы мы спрашивали, является ли автор фортепиано или Бах, как автор равномерно темперированного строя, автором какого-либо произведения, написанного с использованием равномерно темперированного строя и фортепиано? У нас такой вопрос почему-то отпадает автоматически. Мы считаем автором произведения того, кто написал ноты. И, наверное, в случае с искусственным интеллектом такой подход выглядит самым, с одной стороны, самым логичным, привычным, уже устоявшимся с точки зрения взгляда на инструмент. Либо нам придется пересматривать авторство целиком, обращаясь к тому, что автор кинокамеры становится соавтором любого фильма, снятого с использованием кинокамеры. и так далее. И это получается такая рекурсивная задача по пересматриванию в целом авторского права, на что мы ни в коем случае не претендуем, но задать такой вопрос сложный к специалистам в области мы очень хотим, потому что дико интересно. То есть, как разрешить такой дуализм, когда у нас есть одно простое решение, которое напрашивается, но почему-то не получается его принять у современного общества, не знаю, ввиду, может быть, хайпа, связанного с искусственным интеллектом. Вот. Так, есть еще рука. Я только не знаю, это действительно Андрей Олейников, или это кто-то из тех, кто воспользовался с тухой личности. Да, это я. Я хочу сразу пополнить вопрос, потому что он тоже касается ответственности, но немножечко другой. Например, кто-то использует какой-то искусственный интеллект, какую-то нейросерию тоже, которая генерирует изображение последствия, ну, когда человек просто, да, пишет туда какой-то определенный текст, и, например, итоговая работа, не знаю, оскорбляет какого-то человека, то есть он теоретически мог бы подать к ее автору, там, не знаю, иск о, там, оскорблении чувств, не знаю, что ли. Ну, вроде, да, там, вот о чести и достоинстве. Вот. И тут вопрос. Как бы и человека, наверное, нельзя, да, обвинять в этом, потому что все-таки автор работы не он, и он мог не подозревать об итоговом результате. Ну, и как бы какому-то искусственному алгоритму тоже странно предъявлять вопросы. Что делать в таких случаях? Потому что работа есть, как бы оскорбление какое-то гипотетическое налицо. Мы же не можем просто закрывать глаза на все нарушения, которые будут происходить с использованием искусственного интеллекта. Вот. Давайте пропишем в алгоритмах, что мы делаем такое искусство, которое никого не оскорбляет. Да, но здесь очень интересный вопрос поднимает коллеги. Мы понимаем, что для людей, которые радуют за максимальное творчество и за то, чтобы им делиться, для того, чтобы творчество как раз являлось неким возобновляемым ресурсом, да, здесь все очень логично, но есть правовая сторона, и мы говорим здесь о возможной переработке произведений, в частности, статьи 1270 Гражданского фодекса Российской Федерации. И здесь все зависит от того, что это за конкретный случай, потому что мы, как юристы, любим разбирать под конкретный случай со всеми вводными. Наверное, когда вы обращались к знакомому юриста, описывали ему что-то очень так, да, вот, в трех абзацах, и он вам выдавал решение, а потом вы приходите через месяц, слушая, ну, нет, а вот мне сказали по-другому, еще по-другому сказали, потому что новые обстоятельства либо возникли, либо они были, но они не были, собственно, оговорены. Вот здесь мы говорим о том, что это было за проект или что это была за программа, да, потому что есть очень много проектов в области диагностики, фармацевтических решений, ведь мы говорим об искусственном интеллекте не только в креативных индустриях, и здесь есть программа искусственного интеллекта для зависимых людей, которые страдают с диабетом, это хроническое заболевание, соответственно, некоторые пользователи, они предоставляют свои данные в течение жизни, нажимают соответствующие кнопочки, что они ели, как они себя чувствуют, в какой период у них наблюдалось ухудшение, ухудшение после приема того или иного препарата, и таким образом они обучают эту систему, дают согласие, и в итоге система после определенного времени выдает некое решение нового пользования. здесь мы предоставляем согласие на то, чтобы наши данные, они легли в основу этого обучения искусственного интеллекта, тем самым спасаем жизни других людей на определенных условиях. Это может быть получение, допустим, нового препарата, спасение лично индивидуума, который заполняет эти анкеты, отправляет это, если по каким-то другим условиям, да и просто по коммунистическим. Что касается креативных индустрий, здесь очень интересно, вот она рассказывала по начале своего доклада про систему Эмили Хауэлл, так кажется она называлась, и здесь автор в период творческого кризиса для того, чтобы выполнить заказ, который он взял от контрагента, он загружал свои произведения и тем самым получал некое новое произведение. Он ничьи права не нарушал, просто у него был такой творческий кризис, и это было выходом для него. Что касается генерации картинок, предположим, то здесь речь идет о том, кто из пользователей загружал эти картинки на каких условиях. У нас же есть с вами фактически две системы копирайта, система авторского права и копилетт. Это система с свободными лицензиями, где автор, правообладатель разрешает всем другим лицам на условиях определенных лицензий делиться своими результатами, более того, их бесплатно перерабатывать и совершать с ними определенной итерацией. Но это не является общим правилом, поэтому вы можете столкнуться действительно, когда почему-то в искусственный интеллект была загружена картинка, автор, который не давал это согласие, не знал об этой загрузке, и получившееся изображение, предположим, это новая система искусственного интеллекта, где было всего три картинки в фотобанке, и вот она вам выдала рисунок наполовину заимствована из чужого результата интеллектуальной деятельности, которая достаточно четко узнается, и очень много случаев, когда авторы узнают свои фотографии, даже на банкнотах некоторых государств и потом судятся, то есть это действительно такие случаи, они широко известные, фотография, она же всеобъемлющая, она ходит у нас во многих источниках, поэтому здесь несложно отойти до автора, и соответственно инициировать судебный поэтому кейс каждый требует анализа, посмотреть, что было здесь, на каких условиях фотобанк была загружена, допустим, эта фотография, и, соответственно, что получилось в итоге. это может приводить к торможению развития таких алгоритмов, потому что у нас нет, у нас слишком много вопросов, они остаются у нас и просто в авторском праве, да, это достаточно много сложностей с этим связано, и тут еще накладываются дополнительные сложности, связанные с алгоритмами, и, например, была публикация, что Gatimages, крупное фотоагентство, будет отказываться от загрузки в свой банк изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, просто для того, чтобы снизить количество вопросов, которые могут возникнуть, и количество претензий, как раз. Ну и здесь я вижу еще дискуссия у нас развивается в чате, она в основном касается как раз-таки креативных индустрий, я вижу, что здесь про музыкальные произведения идет речь, очень оживленно, действительно, интересно, но здесь очень часто бывает, знаете, как в известной передаче, угадай, с трех нот, и бывают действительно аккорды, которые мы, с помощью которых мы идентифицируем конкретную мелодию, а есть мелодия, автор говорит, вот слушайте, у меня украли, а экспертиза показывает, что здесь нет никакого идентифицирующего признака, все же касается момента, сколько там было аккорда в соединении, что это было за произведение, и так далее, и тому подобное, то есть каждый случай требует отдельного анализа, но в целом, конечно, да, если вы берете чужой результат интеллектуальной деятельности, вы не спросили разрешения, может быть, это даже в благих целях, но я сейчас говорю про коммерческое использование, они на лекции бы показали что-то для того, чтобы продемонстрировать какое-то профессиональное мастерство, джазовый исполнитель, да, и так далее, вот, здесь, конечно, надо посмотреть. Поэтому претензии, скорее всего, так остается просто более сложные и обученные алгоритмы так и остаются алгоритмами в руках какого-то конкретного человека и претензии в любом случае будут к человеку либо к создателю этого алгоритма либо к тому, кто, как мы говорим, да, про картинки, которые генерируются, да, к тому человеку, кто, например, взял без разрешения мою фотографию, моя была с разрешения взята и сгенерировала, тогда это будет уже другой вопрос и здесь алгоритмы остаются просто алгоритмы. Да, мы призываем смотреть на лицензии Creative Commons, если хочется что-то переработать, допустим, это не обязательно связано с творческим кризисом, но просто как старт работы, посмотрите, на каких условиях действительно представитель творческого сообщества вам предоставляет это решение, можно ли перерабатывать дальше, да, и вполне возможно, что, да, действительно, так сейчас снимаются некоторые мультфильмы, на условиях лицензии кредитов, в комнате добавляется и прочее. Есть индустрия, скажем так, свободных от права авторов, ну, условно свободных, да, поэтому фактически рекомендательная польза здесь представляет наш инструмент. так, Катя, Саша. Да, мы бы хотели тоже обратиться к вопросу авторства с парочкой таких наших художественных взглядов на проблему и привести кейс, когда алгоритм был признан автором, и наше мнение, что никогда, либо это были ошибочные интерпретации аудитории. И этому есть очень простые обоснования. Мы тоже взяли, конечно же, работу «Обьюс», потому что это один из самых громких моментов, и на самом деле это хороший пример не художественной даже работы, а скорее пиар и маркетинга, когда используется прием, и это чисто художественный прием, не имеющий никакого отношения к реальному авторству, я имею в виду как к авторству в философском, так и в юридическом смысле, а скорее это прием использования инструмента для своего пиара. Да, и для пиара очень классно работает, что это не я автор, я что-то сделал. Это вообще робот сделал. А вы знаете, что роботы могут вообще создавать искусство и что-то новое? Вау. И на этом вау-эффекте, на котором, видимо, тот человек, кто купил эту работу, прекрасно понимает влияние на будущее. Это вложение было его инвестиций в будущее, что он будет хранить некий артефакт того, когда художники сделали перформанс под названием «Робот – это автор». И это, наверное, основной пример, основной случай, как сказать правильно, кейс того, когда мы считаем алгоритм или нейронную сеть или искусственный интеллект автором работы, потому что, в принципе, даже продажи этой работы Кристис написали авторов группу «Оввирус», все-таки людей и даже не создателей алгоритмов и даже не создателей тех произведений, которые были отобраны для обучающего датасета, обучающего набора данных. Вот. И как в качестве завершения, мне кажется, разговора про инструмент, у нас есть хороший друг и гениальный создатель реальных инструментов в области визуального искусства, один из пионеров в этой области. Это Вадим Эпштейн? Вадим Эпштейн, да, он в одном нашем разговоре нам сказал, инструмент становится творцом, если ты не умеешь с ним обращаться. И вот на этом как раз одни английские слова ignorance, как же правильно сказать? Невежество. Невежество, в хорошем только смысле, незнание того, как работает инструмент, может появиться такая мысль, что этот инструмент является автором. И вот в продолжение беседы про фортепиано, хорошо настроенное фортепиано, которое очень хорошо звучит, имеется в виду, что его действительно хорошо сделали и хорошо настроили, у него есть такой прием, называется играть по любым черным клавишам. Если, да, если кто-то это когда-либо пробовал, то всегда получается очень красивое произведение. Немножко такого, восточного характера. Да, немножечко с восточным характером, немножко, иногда как будто мажор, как будто бы не нот, потому что это такая пентатоника, где только по басовой ноте можно определиться, что действительно звучит. И в этот момент я считаю, что так как человек ничего не вкладывает в эти ноты, он не является автором какой-то композиции в общепринятом понимании этих слов, автором этого звучащего произведения начинает становиться действительно создатель пианино. Тот человек, кто его настроил настолько идеально, что нам эстетически нравится, мы бы хотели сказать, давай сделаем запись этого, твоего исполнения на только черных клавишах. Вот, спасибо. Интересно, по-моему, был комментарий вот как раз про 7 нот. Мне кажется, это вот всегда есть такой момент, что вот, когда у тебя ограничен набор чего-либо, в какой-то момент времени, особенно учитывая огромную историю человечества, там ты начнешь повторяться. С музыкой это вот как бы хороший пример, но плохой с точки зрения алгоритмов, да, что вот вот кто-то пишет 12, 12 нот. Ну да, до диезы и до это разные ноты. Ну тогда надо еще там, а, ну вот как раз, да, и получается 12, за вычетом там несколько. Наверное, те, кто не занимались музыкой хотя бы в начальном этапе, сейчас не очень понимают, что такое диезы и как это все посчитать, но это не важно. У нас уже образовательный получился, получилась с вами встреча, что мы даже немножко больше в музыку зашли, чем предполагала наша тема. Мне кажется, это прекрасно. Ну мы старались брать пошире, как бы вообще в целом креативную какую-то область, не ограничиваясь только искусством, картинами и всем остальным. У нас осталось где-то минут 40, и думаю, сейчас самое время как раз перейти к части, где мы будем говорить о будущем, да, как вообще жить в мире, когда искусственный интеллект когда-нибудь станет автором. Я думаю, здесь стоит сделать такую важную оговорку. То, что мы сегодня обсуждали, да, мы говорили только про сети, да, алгоритмы, то есть это не искусственный интеллект вот в таком киношном понимании, что у него есть некое свое самосознание, некая своя воля, и вот он сам что-то творит. То есть до этого нам еще далеко. Может, поэтому как бы и с точки зрения регулирования, да, регуляторы тоже сопротивляются вот делать такие прецеденты и назначать некий алгоритм автором, потому что сам по себе он ничего не творит, пока в него настоящий автор не заложит либо датасет, либо какой-то запрос, да, чтобы получить результат. Но вот давайте представим на секундочку, да, что вот такой искусственный интеллект все-таки появился. Вот как жить в таком мире? Будет ли какая-то конкуренция у изобретателей? Будет ли какая-то конкуренция у авторов? И сойдет ли на нет вообще вот эта креаторская штука? Перестанет ли она отличать человека от некого искусственного интеллекта, да, сильного в данном случае? Не знаю, кто первый, но я так вижу, что художники оживились, но мы начнем с них. Спасибо. Не, на самом деле, вряд ли мы, мы немножко нигде поняли вопрос на предварительной подготовке. У нас подготовлено было два слайда всего для того, чтобы ответить на вопрос, как жить дальше в мире, где искусственный интеллект автор. Вот, наш ответ это не нужно жить в мире юзи, вот, потому что авторам, по крайней мере, это хороший отрезающий ответ, на самом деле. Ну да. Вот. Но вопрос, который сейчас прозвучал голосом, он гораздо более широкий, потому что здесь то есть самое важное, что для нас, как для художников, наверное, и людей, кто пытается не научными методами осмыслять какие-то грядущие изменения, да, на самом деле является вопрос, что мы называем интеллектом. Вот. И тут мы попадаем в философскую ловушку, потому что вот чуть-чуть неправильно данное определение, и им начинает интеллектом обладать все вокруг, вообще, кошки, бактерии, все кто угодно. Чуть-чуть более строгое определение, и человек им начинает не обладать. Вот. И тут вот эта блуждающая граница да-нет между интеллектом, это на самом деле самый интересный вопрос, на который нам нравится размышлять, собственно, об этом сны как раз машины, но про наличие подсознательного или нет. Поэтому, честно, мы затрудняемся сказать, как в таком мире жить, потому что мы пока что даже в нашем мире не готовы к будущему миру с нашим инструментом терминологическим. Но может быть, юристы что-нибудь знают уже о будущем? Да, хорошо, мяч попал к нам. Но уж, когда, казалось бы, творческие люди так трезво отрезают, то нам, представителям более сухих профессий, конечно, тяжело что-то предложить. Мария, тогда попробуем немножко пофантазировать на основе опять-таки тех данных и фактов, которыми мы располагаем. Что касается замены искусственным интеллектом человека в качестве креатора, мы в этом не уверены и уверены скорее пока в обратном. Действительно, ребята говорили немножко о хайпе, которые используются в креативных индустриях для привлечения внимания, для повышения estimate, например, картин и так далее. И вот мы столкнулись с такой новостью, что в Чехии был показан спектакль, который был якобы сгенерирован искусственным интеллектом. Когда начали анализировать, то постановщики говорят, что, вы знаете, да, мы, конечно, показали и везде писали, сообщали о том, что это искусственный интеллект, но по факту искусственный интеллект, конечно, мы сильно правили, потому что вначале у нас был герой-робот, потом он как-то превратился в мужчину, а потом он в женщину. Я имею в виду, что были ошибки в так называемом искусственном интеллекте, и он сам путался, кто у него герой. Сюжет был нелинейным, и это опять-таки не какая-то гениальная задумка была, он просто вскакал, у него логика, видимо, она рассчитана на определенный объем, ну и кроме того были другие агрессии, но в целом постановка была анонсирована как постановка, которая была создана искусственным интеллектом, конечно, это привлекло внимание пользователей, которые проголосовали своими деньгами за покупку билетов, и конечно, в анонсах это всячески и везде транслировалось. Что касается других отраслей, если мы говорим, допустим, про фармацевтическую отрасль, здесь есть определенное недоверие, в том числе пользователям искусственному интеллекту, и здесь очень приветствуется, когда все же была рука человека, было перепроверено по 350 раз, было много проведено исследований, в том числе на людях нельзя сказать, что вот эта таблетка работает, потому что так посчитал искусственный интеллект. То есть в нашем мире сейчас это пока недопустимо и согласно регуляторике, и согласно мнению потребителя, если только это не является последним лекарством, которое требуется для спасения жизни. Конечно, такая ситуация будет в корне другой. И когда фармацевтическую отрасль выводит на рынок какой-то препарат, который в том числе частично был проанализирован или создан или там дракт-дизайн был с помощью искусственного интеллекта, то здесь всегда в анонсах пишут, при работе был использован искусственный интеллект, но никогда фармацевтическая отрасль, по крайней мере, в настоящий момент не пишет, что таблетка была создана с искусственным интеллектом полностью. Все равно это какое-то обучение, которое осуществлялось с учеными, биоинформатиками, биостатистами и так далее, и тому подобное была грамотная обработка. Мы сталкиваемся с тем, что очень часто дискуссия есть о том, заменит ли искусственный интеллект юристов, вот загружаешь и дело в какую-то систему, и тут искусственный интеллект говорит, кто прав, кто виноват, а судья просто там подписывает или вообще не присутствует на заседании. Ну, это, конечно, здорово, но пока такая система нигде не адаптирована масштабно, есть какие-то отдельные кейсы в качестве успешных, и, допустим, в Китае система анализирует сложность судебного кейса, может предполагать что-то относить, сортировать, но пока это не то, где искусственный интеллект выносит решения. Ну, и в целом есть большой скепсис относительно каких-то точных решений. В креативных индустриях, конечно, это очень помогает актерам, мы, в частности, в своей работе, поскольку мы пользуемся некоторыми приемами для создания новых товарных знаков, я имею в виду вообще юристов, бренд-менеджеров, есть системы, которые выдают нам на основе 5-6 слов какое-то новое, отличное от других, и оно обладает определенной фантазийностью. Но все-таки здесь следует различать креативную индустрию и точной науке, точную промышленность, условно мы сейчас осуществили такую науку, как точную промышленность, где данные, которые получены с помощью искусственного интеллекта, это данные, которые получены с помощью искусственного интеллекта, а ни в коем случае не созданы им. Да, и мне кажется, что здесь еще очень важно как раз таки то, о чем говорил Александр, это, скажем так, философия искусственного интеллекта, потому что любые формулировки, когда мы используем, ну, например, если мы говорим про русскоязычный сегмент, искусственного интеллекта, то мы представляем себе что-то фантазийное, что-то вообще не поддающееся тому, что можно представить в этой жизни. Поэтому пока мы не имеем каких-то точных формулировок, мы просто идет понимание того, что это не те программы, не то ПО, которое было дальше, это что-то, что требует больших затрат человека часов, чтобы обучить этот алгоритм, это больше затрат в целом элементарно на электроэнергию, которая будет, которая необходима для этого алгоритма. То есть это что-то более сложное, более дорогостоящее, чем это было раньше, но при этом это не что-то такое фантазийное, мы все-таки стараемся оставаться в плоскости реальной, не уходить в философию и фантазии, какой-то научной фантазии, потому что тогда мы можем дискутировать очень долго и философия, скажем так, искусственного интеллекта, различные тест-юринга и так далее, тут вообще можно много чего принести в качестве дискутированных каких-то вопросов, но это уже лежит немножко в другой полости, более абстрактной, чем нам и юристам хотелось бы обсуждать. Спасибо. Я бы еще хотела вернуться к комментарию в чате, он был в самом начале, но это я себе пометила к будущему отнести. Ольга Ефремова писала, что искусственный телек позволяет авторам получить неиссякаемый источник новых идей, которые могут вдохновить автора новое произведение. И вот здесь я как бы вспоминаю нашу аналогию с музыкой и с ими нотами, что в какой-то момент количество комбинаций исчерпалось и вот начинаются повторы. Не придем ли мы к такой ситуации, что в конечном счете когда-то наступит этот предел, что алгоритмы перестанут выдавать что-то реально новое и просто будет штамповка вот того, что уже показывалось. Достигли мы такого-нибудь или нет? Очень хороший вопрос, и тогда перехвачу пока опять мяч на нашу сторону. Но дело в том, что это отличает творческого человека от последователя и мы здесь как раз таки говорим о том, что да, информации становится больше и творчество оно должно идти дальше и здесь ему сложнее как направление. Тем не менее, это как раз таки то, что может позволить нам идентифицировать творческого человека от человека, который занимается комбинаторикой или каким-то подбором, это совершенно другое. Так, а что скажут художники? Давай. Ну, есть такой авторский проект, где я, к сожалению, не могу вспомнить его название, поэтому не могу найти его быстро в интернете в течение пару минут. Но он примерно выглядит так, что есть алгоритмы сжатия, когда мы берем большой кусок текста, они трансформируются в одно число. И автор сказал, что автор этого художественного проекта сделал такой веб-сайт, где он говорит, я написал книгу всех книг, где все цитаты из всех книг уже существуют. И если мы вводим туда в поиски, говорим, есть цитата там такая-то, и мы случайный набор там букв вводим, он быстро это сжимает, преобразовывает в ссылку и выдает ссылку, говорит, да, вот на этой странице. С того момента, как мы это вбили, эта страница в интернете существует. И она существует на этом сайте под авторством этого человека, который говорит, вот она существовала. То есть, это про возможность перебора всех комбинаций, алгоритмы, в принципе, сразу же дали такую возможность закрыть все переборы всех возможных решений. И если мы признаем человека автором того, что производит его алгоритм, то придется признать, что автор этого веб-сайта написал все книги, еще не написанные до него. Но это как бы специальный художественно-юридический нонсенс, такая абсурдная ситуация, которая правильно задает вопрос или хотя бы подталкивает к нему в верном направлении. Да, но вообще среди наших коллег, художников, которые работают с феноменом искусственного интеллекта, бытует мнение, что напротив искусственный интеллект не может придумать ничего нового, потому что он придумывает только то, что ему дают для обучения. Поэтому здесь тоже может быть сработает комбинация каких-то алгоритмов или какой-то творческий подход к тому, что ты хочешь сгенерировать, но никак уж мы не можем сказать, что это будет настолько новое, что вот человек не может сделать. К сожалению, это еще тоже что-то из мира фантастики. Да, из мира будущего. Да. И хотелось бы, может быть, повернуть эту область опять как неудивительно в сторону респреденции, потому что есть такой, вот если мы можем представить себе, что алгоритм как-то неправильно себя ведет, там мы какие-то претензии к нему хотим предъявить или какой-то такой случай рассмотреть. вот недавно, это вот взгляд уже даже не художника, а программиста на этот счет, у проекта GitHub появился, у сайта GitHub появился проект CorePilot, который обучился на всех написанных программистами программных кодах, это где хранят программисты свой исходный код. И он обучился вплоть совмещать комментарии коду с кодом, так что мы можем написать, напиши мне, пожалуйста, код, который делает, реализует кнопку, на нее нажатие, на кнопке написано нажми меня, и когда нажимаем, появляется новое окно, и он пишет код прям по словам. Мы ему диктуем, а он пишет такой код. И программисты заметили, что этот код очень сильно опирается и практически цитирует то, что лежит в базах GitHub. Но искусственный интеллект в таком случае выступает как некая отмывочная машина для прав на этот код, потому что весь код, который лежит на GitHub, и он имеет лицензию. Пусть даже Common Creative или там GPL, как GPL license, то есть всякие опенсорсные лицензии или проприетарные даже порой. Но искусственный интеллект, который их переработал и выдал как бы себя за автора, условно говоря, он выступает как способ использовать чужую работу от своего лица, опираясь на то, что это сделал инструмент. И вот это очень зыбкая почва, а уж для художников, не представляете, насколько зыбкая. Ну ладно, представляете, я думаю. Ну да. Вы сейчас сказали про эти программирования, я вспомнила, были какие-то кейсы смешные, что делаю какой-то стартап, что вот код пишет алгоритм, а на самом деле там сидели нанятые индусы и писали вот этот код в каком-то авральном режиме. Но это вот еще, по-моему, пару лет назад такая история где-то гремела. Но вот у Артемия Лебедева был же тоже такой случай, как его там называли? Иван Неронов, по-моему. Фамилия Неронов или Николай? Николай Иронов, точно. Это новый дизайнер, значит, графический, который придумывал какие-то там невообразимо крутые логотипы. И в итоге он год, по-моему, так отработал и был у него Инстаграм, и все выдавало его за человека, а потом оказалось, что это алгоритм. Это алгоритм, то есть обратная ситуация. Но при этом как сложилось в итоге поверие, что это все равно были люди. Да, да. То есть здесь получился двойной такой финт, в котором выдали сначала за обман, что это не человек, это алгоритм, сделали на этом хайп, сделали обратный... На самом деле все еще это делали люди и отбирали... Есть говорила вот в фармацевтической области, что не пишут на таблетках, что это было разработано алгоритмом, и как бы нет доверия в идей каким-то продуктам, если там не участвовал человек. И вот получается здесь, даже если это репутационная история в случае со студией Артемия Лебедева, получается тоже как бы они не стали говорить, что это алгоритм, даже если это был не алгоритм, просто потому, чтобы не допустить оттока заказчиков, если бы они узнали, что им там нейросеть рисуют логотипы, за которые они отдали кучу денег, у них бы были, естественно, вопросы, типа, что происходит. Я считаю, что надо верить, конечно, алгоритмам и наоборот как бы восхвалять даже в какой-то степени эту область, потому что... Ну а почему нет? Может быть, это художественный взгляд, конечно, то, о чем я говорю, но здесь тоже вопрос доверия и веры, он, ну, мне кажется, интересен, потому что это же рук человека действия. А вот нам как раз на этот счет, Анна, напоминает в чате про кодекс этики. То есть, получается, нам надо так написать или дополнить существующий кодекс там наиболее как-то подробно, чтобы вот мы действительно верили этим алгоритмам, потому что в них заложены правильные ценности, правильные этические дилеммы, и вот на этом успокаиваемся, и, значит, алгоритмы будут потом работать нам во благо, и не придется ни на кого подавать в суд, если что-то пойдет не так. Такой сценарий вообще возможен или нет? Хотя вот Сергей говорит, что кодекс это некая добровольная история, но почему бы не сделать ее законом? Дело в том, что кто-то из наших слушателей пишет, что право будет всегда опаздывать. В действительности я полностью разделяю точку зрения. Право все-таки немного опаздывает, хотя бы потому, что сначала должен произойти какой-то случай, иметь место, а потом мы дальше его переводим уже от плоскости правовых отношений. Всегда нарабатывается какая-то практика, технологии идут вперед. Конечно, законодатель не может собирать собрания, в смысле организовывать собрания по каждому кейсу. Определенная практика нужна и важна. И кодексы в данном случае они нам сильно помогают, потому что они фактически притворяют дверь в какой-то мир, который мы для себя потом отрегулируем. Но здесь много было, кстати, вопросов, особенно про музыкальную индустрию. Я вспомнила тот же кейс, который я часто привожу в пример. Если свести к абсурду вопрос с 7 или 12 нотами в зависимости от нашей системы исчисления, мне кажется, скажу даже два композитора, Джон Кейдж и Майкл Батт. Каждый из них профессионал в своей отрасли. Кажется, Джон Кейдж написал произведение, которое называлось «4.33». Оно состояло из 4 минут 33 секунды тишины. И Майк Батт написал «One minute of silence». Это одна минута тишины. Ну и, соответственно, по-моему, наследники Джона Кейджа подали в суд на Майка Батта и сказали, что «Слушай, ты тут заимствуешь аж практически одну четвертую нашего произведения, произведения, который принадлежит нам, потому что там и там тишина». И не было решения суда, потому что дело закончилось, как пишется в СМС информация, с сутками шестью нулями. Соответственно, поскольку это англосаксон, система права, это были не рублевые эквиваленты, вы понимаете, но таким образом, по моему мнению, Майк Батт признал нарушение, тем более, что в ряда слышит о том, что это была как будто бы кавер-версия. Но это все время дополняется, изменяется, в зависимости от того, какую позицию он тоже не всегда избрал, когда он оставил, что об этом нарушении не было. Таких случаев полно, и сейчас, кстати, дискуссия, она лежит в другой несколько плоскости, не в том, в каком объеме я могу перерабатывать, а что из себя представляет произведение. Банан на подоконнике это банан, а банан, приклеенный скотчем к стене в каком-то общественном месте, уже вызывает вопросы, вызывает вопросы, а значит, возможно, творческая составляющая. и какой-то предмет раковины, которая стоит в уборной, мы ей пользуемся каждый день, а вынесенная раковина на всеобщее обозрение на какой-то площади, это уже произведение искусства. Причем, то, что позволяет задуматься, сводится к определенному анализу и так далее. Очень сейчас все сместилось в эту плоскость, что является произведением, и после этого уже возникает дискуссия, а что ты взял из моего произведения, и можно ли мою переработку или что, что я сочинил, назвать произведением. Здесь речь, наверное, и о других критериях, не могу назвать их сниженными, это все-таки другие критерии, просто привела наиболее резонансная история. И, наверное, ребята нам больше подскажут, а то трансформируется между творчеством, и в этой связи, поскольку мир хочет быстрее, больше, сильнее, конечно, искусственный интеллект или программы с использованием определенных алгоритмов, мне так больше нравится, они позволяют нам выдавать ответы на вопрос быстрее. мы все-таки живем, мы сами как-то готовились, говорили о том, что живем в мире ТикТока, там же нет невероятных опросов, правда, это же просто движение на камеру. Здесь этот программный продукт отвечает на вопрос быстрее выдавать некий результат для того, чтобы определенным образом удовлетворять аудиторию. ой, у меня сейчас уже еще один вопрос родился по поводу быстрее. Если мы так ускоряем процесс создания, не погрязнем ли мы такой ТикТок мышления и у нас вообще не будет времени и возможностей и возможно даже вообще способности как-то осмыслять вообще искусство и что-то, что создается именно в итоге креативной деятельности. Я здесь наверное как человек только могу ответить, что нет, все же верю в человечество, которое действительно быстрее живет, к деградации не придет ни за что, несмотря на определенные тренды. Ну это просто развитие те люди, которые родились в новом мире с более быстрым потоком информации, они просто чуть лучше будут ориентироваться в старом потоке информации, но старый не деактуализируется из-за этого, если он ценный. Время же всегда выступает как фильтр того, что действительно ценно, почему мы больше ценим старых классиков, больше ценим ретро вещи, потому что время послужило как испытательный полигон для их ценности, так сказать, вечной ценности, это или нет. Ну и потом вообще произведения искусства, если мы говорим о них, всегда интерпретируются в контексте того, как они были созданы в политической ситуации, экономической, культурной, социальной, поэтому сейчас в век, так скажем, развития новых технологий мы находимся также на этапе развития, у нас появляются инструменты, много информационного шума, который критический ум способен отсеять, поэтому наше мнение, что все будет окей. Оптимистичный взгляд, хорошо. Ну это просто новые медиумы, вот эти быстрые форматы информации, если мы говорим про некоторые художественные появления, то для художников это просто как новый холст, и если раньше художник мог себе позволить делать его часовой фильм, он и так себе сегодня может позволить, но формат 15-секундного ролика раньше был менее в котором за 15 секунд ты можешь рассказать вообще суть проблемы или суть твоего послания, это уже как бы другой формат. Просто новый формат, новый тип холста, не маслом, а акрилом. Да, кстати, масляных красок в какой-то момент тоже ведь не было, и когда появились пигменты, все просто побежали за голову, хватаясь, и говорили о том, что это вообще новый горизонт. Сейчас уже как бы масляные, ну масляные краски вообще полно, иди в магазин, купи, что хочешь. Или же сравнимая аналогия это появление фотографий. Вот когда появилась фотография, пророчили смерть живописи. Но как мы видим, до сих пор 95% рынка искусства это живопись. И на Венецианской биеннале я не знаю, 70%, ну может быть 60%, это живопись современная. Ну да, в общем, никуда мы от нее не делись в итоге. И живопись осталась, ее пишут люди, она продается лучше всего. Ну роботы, кстати, тоже пишут. Ну роботы тоже пишут, но имеется в виду, что это все равно живопись. Ну да, да, как ни крути. И новые форматы искусства с трудом себе в этом мире находят какие-то такие прагматичные применения, но с точки зрения именно осмысления искусства разумеется находят. То есть это дело времени, когда они займут свою нишу. Так, ну если подводить итог, будем уже потихонечку двигаться к концу, получается что? Что алгоритм автором не станет, сейчас он им не является, как бы не пытались продвинуть эту историю чисто ради вот какой-то маркетинговой составляющей или хайпа, алгоритмы не вытеснят креаторов, то есть все равно останется искусство настоящее, да, останется возможность создавать какие-то новые технологии, но на нынешнем этапе нашего развития технологического в том числе все вот эти вспомогательные вещи, связанные с искусственным интеллектом в обычках, это скорее некий такой буст, некий инструмент, некая помощь, да, и некое вот ускорение вот этого процесса. Может быть у ребят будет что добавить просто по каким-то финальным репликам, финализировать. Да, легкое добавление, что кроме того, что алгоритмы, искусственный интеллект и все вот эти новые технологии являются инструментом, наверное, самое важное для искусства, что они делают, это они являются концепцией, концепцией для осмысления, концепцией для того, чтобы работы, даже пусть живопись, как один из самых старых традиционных медиумов, если человек пишет работу, которая опирается на концепцию искусственного интеллекта, как, например, делает Тревел Паглин в своей работе «Акула», он нарисовал красками картину, которую искусственный интеллект, который распознает образы, интерпретирует как акулу, но мы не видим на ней акулу, это просто синий фон с таким блеклым сероватым человек не способен видеть в этой картине акулу, а вот искусственный интеллект способен, то есть мы, получается, чему-то можем научиться. Да, и в этом плане сама концепция алгоритмов, концепция нейронных сетей, и тем более уж искусственных интеллектов, она очень интересный объект для художественной интерпретации и применения, и самое главное концептуализации. Да, и я тоже хочу добавить, что есть исследовательница Шерри Теркал, и она в 88-м году написала эссе по теме искусственного интеллекта и психоанализа, и обозвала это как бы «Новый союз», и говорила о том в 88-м году, что искусственный интеллект способен задать очень критические вопросы психоанализу, и тем самым вывести его, эту сферу, на новую ступень развития. Поэтому тоже начитавшись, когда я писала магистрскую диссертацию разных исследовательских статей об этом, могу с уверенностью сказать, что искусственный интеллект для исследователей это шаг вперед в развитии. То есть феноменальная ценность его именно в том, что он меняет наши взгляды на право, на искусство, на философию, эстетику, этику, на психологию, на все аспекты, это просто как феномен, который гейн-чейнджер и меняет нашу жизнь. Вот в этом его несомненный плюс и вовсе не инструментально-фактический. спасибо. Так, Мария, Анна, дополнить. Мы за финалем. Спасибо за шикарную дискуссию с коллегами, с креативных индустрий. Хотели подытожить и сказать, что искусственный интеллект искусственному интеллекту рознь. Где-то интеллекта пока мы не наблюдаем как такового, да, это определенная последовательность данных. Я думаю, что мы услышим о больших проектах, которые действительно могут изменить жизнь в плане повышения качества ее, повышения уровня благосостояния лет, наверное, через 5-7, когда это действительно коснется, например, такой индустрии, как фармацевтическая отрасль. Допустим, какой-то новый подход для инсулинзависимых людей, да, которые мы еще не знаем. И вот система с помощью которой научена была в течение нескольких лет действительно предложил какой-то нетривиальный подход, который был в дальнейшем реализован учеными. И тогда мы действительно можем говорить о неком искусственном интеллекте. Пока же дискуссия находится в плоскости скорее поддержки, определенного признания, но это не влечет за собой каких-то кардинальных глобальных изменений, для человечества. Это мое видение, наверняка оно отличается от видения других коллег-юристов. Потому что в том же журнале Nature идет речь о том, что часть программ уже научились сочинять яды, химикаты, которые могут быть опасны для человечества. Но в целом мы, конечно, говорим о том, что искусственный интеллект будет стоять на страже интересов людей и будет решать вопросы, с которыми сталкивается человечество, их нужно решить как можно быстрее. Вот, например, если мы представим 2020 год, но уже с искусственным интеллектом, а возможно вакцина была бы получена быстрее, если бы система уже была какая-то, мы ее учили долгое время. здесь будет, конечно, речь о том, что это будет какая-то кооперация, в том числе межстрановая, межведомственная, и возможно вопрос будет не столько распределения прав, сколько действительно быстрой учебы искусственного интеллекта. В креативных индустриях речь будет совершенно о другом. Это где деньги, где деньги в том числе, как быстро восполнить свой творческий кризис, как я могу представить, допустим, новую коллекцию какую-то, и выйти представить на подиуме новую коллекцию платья, еще чего-нибудь, какой-то классный дизайн. Вопросы переработки произведений, я вижу, что они очень насущны для нашей аудитории, поэтому есть множество ресурсов достаточно простых, их нельзя назвать искусственным интеллектом, например, кто украл мои картинки и прочее, какие-то базовые, примитивные, и здесь речь идет просто о неком коде, который нам позволяет проводить поиск, но не о искусственном интеллекте. Но в целом дискуссия очень интересная, я думаю, она получит новый виток после того, как действительно будет создано решение с помощью искусственного интеллекта. Да, и Всемирная организация по интеллектуальной собственности, начиная с 2019 года, активно собирает на своих площадках специалистов, чтобы для начала просто в терминах разобраться, для начала определиться и защищать права потребителей, скажем так. И уже после этого можно будет пойти дальше, и я думаю, что через какой-то период времени мы с вами встретимся и обсудим новые кейсы, которые у нас появились в разных областях, и новые прорывные решения, которые будут достигнуты.